добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica два года назад я на нем менял расширительный бачок вот опять он у меня взял и лопнул получается сбегал в москву народ на длинном расстоянии то ли давление повышается но это болезнь у них на этих chevrolet так на эпиках именно лопается трубка на расширительном бачке сейчас покажу какая я уже до этого на другом автомобиле показывал тоже на эпике как мы меняли бачок из-за как раз вот этой поломки вот эта вот трубочка она внутри находится медная трубка вставляется и вот здесь ближе к самому корпусу бачка появляется трещина вот именно на это бывает потом и на этой появляется но чаще вот именно на этой стороне с чем это связано не знаю сейчас хочу бачок уже не менять хочу снять и заклеить его пакси пластом уже кому ты родные убрал поставил такие вот хомуты червячные родные здесь быстросъемного такого плана хомуты сейчас сольем антифриз через нижний патрубок вот получается шланг снял побежал и вот видно даже вот трубочка внутри вот эта медная трубочка она торчит отсюда вылезли сейчас попробую показать трещины если будет видно попробую сфокусироваться вот она ходит что она разрушается из-за чего она разрушается непонятно ну и аналогично и здесь тоже смотрите вот она видите на самом краю вот таким образом для этого сейчас подниму бачок откручу вот этот болт гаечку она уже окисляться начала вот эту гаечку две и также бачок сидит на кронштейне вот здесь на защелке мы его поднимаем ну и все мы его приподнимем не снимая вот этого патрубка сольем с бачка антифриз чтоб нам его не терять мы его сольем а потом уже снимем по трубок и уберем бачок продолжаем так открутил его до гаечки берем поднимаем бачок наверно мы возьмем два болта и заткнем эти шланги снимем заткнем чтобы поднимая у нас жидкость не побежала через них маленький надо больше взять так день второй теперь поднимаем наш бачок весь в антифризе подтекает и уже эту «У pues» «Силье ос» «Упиira» «Упиира» «У» «У» Субтитры сделал DimaTorzok Все, этот патрубок мы сняли тоже Заводим его сюда, чтобы он у нас не упал вниз Вот таким образом зажали его через патрубы Маленько он все равно у нас брызнул Субтитры сделал DimaTorzok Все, снял я Вытаскиваем вот эти обе трубочки Вот так вот сюда вылезли они сами Значит температура все-таки их тянет Ну почему они наружу вылазят, а не вовнутрь Странно Хотя до конца их можно не вытаскивать Мы же здесь будем клеить Получается Ладно, моем бачок Вот хотел еще показать трещины не только здесь сзади Трещина еще вот сбоку по всей длине Трубки вытащил Вот она, видно И так же здесь сверху трещина Честно говоря, это Конструктивная какая-то недоработка Возможно даже вот эти трубки здесь Играют наоборот Обратную роль Разрушающую Не знаю Хочу сейчас почистить Почистить трубки Изнутри сейчас почищу вот эти носики И смазку Возьму двухкомпонентную Эбоксидную Пластиковую основу Намажу И забью уже эти трубки туда Забью их поглубже А здесь немножко концы оплавлю Чтобы трубки сюда не вылазили Может быть таким образом поможет Ладно, приступаем Ну что, пробуем Вот такой Эпоксипласт Маноловской фирмы 9904 Скажем так Эбоксидка по пластику Здесь Как она Одноразовая что ли Вот она Заглушка у ней Она же потом И глушит у нас Вот этих два Носика Через 30 Происходится Полное затвердевание Западает через 24 часа Ну что Срезаем Мясо Ту Ту Проказать Мясо Ту К Продолжение следует... 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 все вот эти неровности замазать подсохнет наждачкой ее подровняю трубку забил чуть дальше кончик приплавлю даже его приплавлять не буду я кончик возьму и вот так вот клею нанесу по кругу все делаем так же вторую пока у нас клей еще не схватился и так же забиваем вторую трубочку все осадил вторую так же клеем здесь торможу ее чтобы она сюда у нас не выходила и здесь тоже клеем замазываем все вот эти трещины которые были так же и 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 все бачок на место поставил теперь можно подровнять и одеть хомут Закручиваем на место убегаечки. И теперь одеваем наши патрубки. Протер от антифриза и также второй. Затягиваем оба хомута. Готово. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Заливаем антифриз. Заливаем антифриз. Максимум залью по метке. На этом все. Будем теперь смотреть, как оно будет себя вести. Какое-нибудь другое видео буду снимать. И расскажу уже про бачок. Помогло это или не помогло. На этом все. Замену. Вернее не замену, а ремонт расширительного бачка я закончил. Всего вам доброго.